Следующая идея губернатора уже нашла практическое воплощение. В Новоуренгойском многопрофильном колледже открылась новая точка протяжения студентов – младежное пространство. Третье по счету в округе. Получилось круто. Чему теперь завидует молодежь других ямальских городов? Смотрим. Очень красиво, но мы думали, будет по-другому абсолютно. Ну, будет такое себе. Ожидания оказались. Просто диванчики всякие, столики. Оказалось намного лучше. Да. Из прикольного здесь всё. Диванчики с подушками, уютные закутки для творчества и работы. В одном пространстве, но каждая в то же время обособлена. Здесь в настолки поиграть, здесь компьютерная зона, там мини-переговорная с кухней, а внутри мини-амфитеатр. Наполнение продумывали вместе со студентами на этапе дизайн-проекта. Сегодня молодые люди хотят ощущать себя в таких молодежных пространствах, как дома. И точка Coffee Point с мини-кухней, по сути, она позволяет, присев на диванчик, на стульчик, на столе с чашечкой кофе себя таким образом ощутить. Вы видите, на полу мягкое покрытие абсолютно. Принцип такой, что можно с пар на перемене, после пар забежать, рюкзак скинуть, парфель скинуть, забыть, отключиться от проблемы, от плохой оценки, если вдруг она тебе была преподавателем поставлена, и переключиться на что-то творческое, интересное. На Варенгойское молодежное пространство третье в округе и первое внутри образовательного заведения. Все пространства объединены одной концепцией. Комфортно разграничить площадь для досуга и работы. Планируется, что здесь будут обсуждать свои идеи, первички нового движения детей и молодежи, движения первых, студсоветы, вокальные студии, интеллектуальные клубы. В общем, все направления, которые есть в колледже. У нас молодежь, как мне кажется, инициативная, ну или я только с такими общаюсь. Это нужно, да, это нужное пространство, потому что здесь собираются, будут собираться ребята, например, председатель студсовета, какие-то вопросы решать по колледжу, КВНчики, вот как я. Будем шутки придумывать, собираться, репетировать. Время перемен, чтобы это никак не сказывалось на учебе, именно чтобы это был просто отдых между парами. Такие пространства, по сути, это филиалы молодежных центров. Здесь в рабочие часы всегда будут присутствовать кураторы. Любой студент может прийти, сказать, я хочу провести вот такое мероприятие. И мы уже, как специалисты с опытом, поможем ему это организовать, усилить слабые точки и сделать классный продукт в итоге, который, в принципе, даже, я думаю, есть шансы, что что-нибудь из того, что придумают студенты, вы сможете увидеть на дне молодежи, на дне города. Студентов познакомили со всеми молодежными направлениями, которые сейчас есть на Ямале. Найти для себя сферу по душе могут молодые люди с разными увлечениями. Тут и субкультуры, и добровольчество, социальная повестка, событийные мероприятия с возможностью заявить о себе на всю страну и сделать карьеру. По поручению губернатора, такие молодежные пространства откроют во всех школах. Мы видим отклик и такую хорошую белую зависть от ребят из Лабытнанги, Губкинского, Муравленка. Они тоже хотят по такому самому высокому стандарту сделанное молодежное пространство. Дмитрий Андреевич знает об этой просьбе, об этом желании. И сейчас мы прорабатываем вопрос, чтобы такие места появились, ну пусть не в этом году, но в следующем точно уже во всех абсолютно сузах нашего региона. В молодежном пространстве Нового Уренгоя для студентов также будут проводить различные мастер-классы. И здесь же реализуют свои инициативы новоуренгойцы, которые получили гранты.